Понимаем, вы намерены провести поимённое голосование. Мы поддерживаем это ваше намерение о проведении поимённого голосования. Благодарю вас. Ассамблея сейчас примет решение по проекту резолюции А-68-Л-39. Территориальная целостность Украины. Я даю слово представителю секретариата. Благодарю вас, господин председатель. Я хотел бы объявить, что после представления проекта резолюции в добавлении к делегациям, которые перечислены в документе Л-39, следующие страны также стали соавторами А-68-Л-39. Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Маршаловые острова, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Португалия, Румыния, Сан-Марина, Словакия, Словения, Сомали, Испания, Швеция, Турция, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки. Благодарю вас, господин председатель. Прошу на федерацию. Российская Федерация. Ваше Превосходительство. Мне хотелось бы получить пояснение. Вы попросили проведение голосования за носимого отчета заседаний. Да, действительно, господин председатель, мы запрашиваем поимённое голосование. Благодарю вас. Поступила просьба о проведении поимённого голосования. Мы приступаем к процессу голосования. Кто за проект резолюции А-68-Л-39? Прошу проголосовать. Против. Воздержался. Ассамблея проводит голосование по проекту резолюции. А-68-Л-39, которая заглавлена территориальная целостность Украины. Я прошу всей делегации любезно убедиться в том, что результаты их голосования верным образом отражены на электронном табло. Голосование завершается. Голосование завершается. Аппаратура отключается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...